Всем привет! Сегодня будем делать вот такую анимацию. Она в принципе простая и не требует каких-либо серьезных навыков, никаких плагинов, ничего. Это просто с масками. Игра с масками, так скажем. То есть вот так она выглядит без фона, как видите. Вот так вот с фоном. Однако она минималистична и мне это нравится. Любителям минимализма должно понравиться. Так, начнем. Создаем новую композицию. Создаем ее на 2. Так, создалась она немножко неправильно. В принципе, это легко исправить. 1020. Окей. Так. Первое, что нам нужно будет сделать, это создать шейклэр. Вот аккордер. В принципе, такой мне нравится. Сделаем по центру, на всякий случай. Вдруг пригодится не только мне, но и вам. Если хотите что-то улучшить, что-то изменить. Да, кстати, теперь делаем заливку. Убираем строк, он нам не нужен. Заливку делаем белым. Ну, как по канону. Да, вот мне не нравится то, что она такая толстая. Он, не знаю, на более кнопочку. Да, нормально. Далее. Пишем здесь. Сабскрайб. Готово. И ставим вот так по центру. Сдублируем ее. Это нам пригодится. Далее создаем еще один шейклэр. Ну, вот так. Здесь нам уже строк нужен будет. 24 пикселя. Оставим. Здесь все. Заливку убираем. Хотя, в принципе, здесь строк тоже не нужен. Так что, лучше уберем. В принципе. А вот заливку оставим. И сделаем ее вот таким цветом. Я делаю это одним дублем. Потому, как... Я думаю, быстро сделать это все. Потому, что здесь ничего такого сверхъестественного нету. Поэтому, могу оговариваться. Могу что-то делать неправильно. Но, я исправляюсь. Спасибо за понимание. Так, далее мы поворачиваем. Transform. Rotation. Ну, думаю, на 40 поставим. Будет хорошо выглядеть. Проверяем, чтобы оно проходило по всей полости без вот таких вот углов, чтобы оно не срезало. Немножко подлагивает. Надо будет увеличить оперативную память. Так, вот так вот ставим. Так, думаю, хорошо будет. Теперь, что мы делаем. Это shape player ставим вниз. И нижний shape player ставим на alpha inverted made. Чтобы он привязался к вышестоящему shape player. И, соответственно, будет вот такая вот. Вот такой вот эффект. Вот такой вот эффект. Прошу прощения. Дальше мы сделаем анимацию. Ставим keyframe position на исходное положение. Далее делаем, думаю, на одну секунду. И переставляем его вот так. Проверяем. Чтобы все было, особенно на углах, все смотрелось хорошо. Сразу же ставим easy is keyframe. F9 нажимаем. Выделяем. Делаем. Нажимаем на граф. Графику. Графу, график. Еще без разницы. И немножечко их отдаляем. Это создаст нам более плавную анимацию. Нежели та, которая нам предлагается в самом начале. Посмотрим. Сейчас. На анимацию. Так, далее. Переходим к следующему этапу. Копируем данный shape layer. Снимаем вот здесь вот галочку visible. Для того, чтобы видеть наш shape. Убираем keyframe. Position. Можно просто нажать на... Часики. И теперь, что мы делаем. Вот этот shape layer мы ставим поверх основного subscribe. Под еще один subscribe. Чтобы... нажимаем на альфа-мэйт. Тем самым, когда мы будем сейчас изменять в rectangle scale. Скейл. Вот таким вот образом. Таким образом. Она, видите, будет изменяться. Ну и все в принципе. Тут дальше все очень легко. Мы просто нажимаем опять же scale. И подстраиваем под наше движение основного, скажем, основного шейпа. Сделаем поближе. Сделаем поближе. Вот так вот. Ну и все мы сделали анимацию. В принципе, это основная анимация, которая стоит у нас. Ну вот по поводу еще, кстати, bell. Можно сделать тоже. Сделаем из этого pre-compose. Ну и все мы можем сделать. Сделаем просто level. И давайте layer 1. Далее перенесем bell. Уменьшим размеры. Возьмем эффект change to color. он изменяет цвет с одного на другой здесь устанавливаем тот цвет который исходный а который нам нужен ставим последний здесь вот duration light нас и и дальше создаем и композ 1 нажимаем тут изменяем параметры был на 1200 на 1200 ставим галочку эту чтобы наша так давайте вот так все готово как нам просто будет удобнее и дальше создаем круг делаем строк 24 убираем убираем его заполнение и все в принципе дальше делаем маленький маленький этот шейф таким вот образом можно делать можно же делать переносим наш ключ той стороне в которую он будет сужаться и тем самым получаем такую анимацию да кстати еще вот здесь самым главным применить trim pets он будет у нас уменьшать до 50 то есть обрезать половину кольца капану тем самым мы сможем сделать вот такую анимацию покажу я не буду делать все анимацию потому что она однотипно и я думаю вы сообразите как сделать его той которая вам нужна у нас заканчивается здесь ставим скейл уменьшаем до 20 увеличиваем вот так далее делаем прозрачность 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 и по моему ставим тут ставим 100 получаем такую вот сзади поставить сзади колокольчик поставить ее будет сверху можно конечно еще сделать вот так немножко чтобы она именно вот на вот этом моменте было сто процентов так вот можно конечно да в принципе так даже лучше все все этого у нас вот так получается всем спасибо данный проект вы можете скачать ссылочки в описании если вам понравилось ставьте лайк и подписывайтесь на канал дальше постараюсь еще сделать таких туториалов быстро побольше чтобы вам было интереснее как-то разнообразить свои свои какие то предложения пишите в комментарии спасибо всем и пока